самые удивительные факты про армению в армении огромное количество всего самого в мире так здесь находится самая длинная пассажирская канатная дорога занесенная в книгу рекордов гиннесса самая длинная канатная дорога в мире конечно же не в армении и она даже рядом не стоит с канатной дорогой во вьетнаме протяженностью в 79 километров она начинается в городе антой расположенным на самом большом во вьетнаме острове фуку ок дорога пролегает над морем через острова хон дуа и хон ло и имеет конечный пункт на курортном острове хон том который еще называют ананасовым из-за его формы эта канатная дорога попала в книгу рекордов гиннесса и не только по своей длине древнейшая в мире винодельня который более 6000 лет историкам давно известно что самая древняя винодельня была обнаружена в грузии возраст которой насчитывает аж 8000 лет также историками было доказано что винодельня принадлежала никому иному как древним грузинам вино и армяне это слова антагонисты первое в мире церковь построена в четвертом веке первое в мире церковь храм святого петра находится в турецком городе антакия антакия это главный город провинции хатай на юго-востоке турции которая граничит с сирией и печально известной едлибской зоной в древности тут находился один из главных мегаполисов античного мира город антиохия в деяниях апостолов есть такие слова потом варнава пошел в тарс искать савла и найдя его привел в антиохию целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей и ученики в антиохии в первый раз стали называться христианами в те дни пришли из иерусалима в антиохию пророки эта информация говорит нам о том что именно отсюда пошло христианство самая древняя обувь была обнаружена здесь в 2008 году про обувь найденные в пещере на территории современной республики армении в которой до 1828 года не проживали армяне правда обувь из воловьи кожи была создана около 3500 лет до нашей эры в период медно каменного века или и неолита она выполнена из цельного куска кожи точно по ноге предполагаемого хозяина египетские пирамиды тоже находятся на территории современного египта но это не означает что пирамиду строили сегодняшние египтяне арабы а первый в мире учебник арифметических задач был составлен армянским математиком древний математик давид анахт действительно в пятом или в шестом веке написал книгу арифметических задач но это не первый учебник в мире диафант александрийский третий век нашей эры великий математик древности заложивший в своем сочинении арифметика основы алгебраической науки изначально арифметика состояла из 13 книг из них до нашего времени сохранилось только шесть содержащих 189 задач с решениями также диафант вводит знак равенства подробно описывает правила алгебраических операций например таких как умножение и деление степеней неизвестного так что и тут наглая ложь и фальсификация не был армянин первым автором книги по арифметике столица ереван один из древнейших городов на земле даже рим был построен почти 30 лет спустя в средневековых источниках название этого города в котором издревле проживали только азербайджанские тюрки упоминалось как реван и реван и реван после завоевания русскими войсками в начале 19 века город стали называть и ревань а впоследствии в двадцатом веке ереван который стал столицей первого в истории армянского государства в отличие от города рим который напичкан древней архитектурой в ереване армяне уничтожили все следы мусульманской тюркской архитектуры помимо одной мечети а еще армения первая страна принявшая христианство в качестве государственной религии одесское царство асраена первое государство в мире принявшие христианство как государственную религию с принятием христианство связан апокрифический факт переписки абгара 5 с иисусом христом христианство стало распространяться в царстве одесса с конца 2 века нашей эры и в результате в начале четвертого века нашей эры стала доминирующей религией впоследствии одесса стала важным центром раннего христианства этот факт давно суется в глаза армянским горе историкам что в свою очередь послужило поводом для фальсификации армянами сайта википедия темы любим армянский лаваш а вы знали что он был занесен в список культурного наследия юнеско лаваш как традиционный армянский хлеб вошел в список нематериального наследия юнеско в 2014 году по односторонней заявке армении после этого наглого шага армении на основе коллективной заявки азербайджана ирана казахстана кыргызстана и турции у армении было отнято первенство а культура приготовления и преломления хлебной лепешки лаваша котырмы жубки и ювки признаны нематериальным культурным наследием юнеско всех этих стран здешних школах шахматы обязательный предмет а сборная армении по шахматам является одной из сильнейших в мире но вот и по ходу единственная правда в этом видео про то как армяне протолкнули в одностороннем порядке лаваш в юнеско и что армяне являются одними из сильнейших команд в мире по шахматам на этом видео можно заканчивать а столько пафоса было господи